И вновь федеральные новости продолжают Вести Ульяновск. В студии Ксения Грищенко. Смотрите выпуски. Сэкономить до 5 миллионов. Грамотный капремонт не останется без поддержки государства, обещают парламентарии. Старым батарейкам и градусникам не место в мусоропроводе. В Ульяновске прошла акция по сбору опасных отходов. О поведении человека земного в момент неземной опасности. Фильм Бондарчука «Притяжение» завоевывает страну. Разрыв трупп, отключение тепла и потоп. Морозы не проходят для ульяновцев бесследно. На пресс-конференции руководители города объяснили, кто виноват и что делать. Улицу Любови Шевцовой заливает. Пройти здесь невозможно. А машины, можно сказать, сплавляются по воде. Примерная глубина затопления составляет 10-15 сантиметров. И это на мелководье. Колеса машин практически полностью уходят под воду. А пешеходы идут в обход за несколько кварталов. Полноводье охватило и соседние улицы. Сегодня на пресс-конференции Александр Черепан отметил, что причина подобных прорывов – глубокое промерзание земли до двух метров. Из-за этого происходит сдвиг почвы. Он-то и смещает чугунные трубы сетей. Такие порывы мы зафиксировали вчера по улице Минаево. И практически всю ночь устраняли данный порыв. Там у нас попало под ограничение по холодному наснабжению 12 квартирных домов. Мы с жителями эту работу провели. Жители с пониманием относятся. Сегодня утром мы работу закончили. И как люди проснулись, водой были обеспечены. В избежание подобных случаев, по словам специалистов, необходимо замену чугунных труб на современные трубопроводы. Но из-за больших объемов сделать это сразу на всех участках невозможно. На пресс-конференции звучали вопросы и о состоянии городских ТЭЦ. Связано это с недавними событиями в Пензе, где произошел взрыв. В результате чего обрушились металлические конструкции, один человек погиб, а десятки тысяч человек остались без отопления. Ульяновские ТЭЦ, как заверяют власти, работают в штатном режиме. Все необходимые проверки проводятся регулярно. Никаких не будет допущено ни штатных ситуаций. Нет никаких сомнений в том, что мы этот отопительный сезон пройдем без всяких происшествий, как это и было всегда на протяжении последних лет. Этот отопительный сезон проходит согласно нормативам, заверяют эксперты. На ТЭЦ все процессы автоматизированы. Работа ведется в круглосуточном режиме. Оборудование работает в штатном режиме. Оперативный персонал работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И возникали некоторые нештатные ситуации, которые устранялись оперативно, без посредствий для работы основного оборудования. У нас есть бригада дежурная с машиной дежурной. То есть они выезжают оперативно, едут на это место, отключают, если надо, а если надо, наоборот, включают, допустим, какие-то потребители. Тем временем на улице Любой и Шевцовой работают аварийные службы, как заверяют в водоканале. Устранить прорыв обещают до 17 часов вечера. Мария Сафронова, Алексей Прохоров, Александр Абрамов. Весть. Ульяновск. Долгожданный ремонт. В Центральной городской клинической больнице Ульяновска начался капитальный ремонт инфекционного отделения. За 40 лет он здесь ни разу не проводился, а теперь ведутся полномасштабные работы. Замена системы отопления, замена системы холодного и горячего водоснабжения, сантехнических узлов, полностью ремонт полок, стен, полностью капитальный ремонт, новая электрика и так далее. Инфекционное отделение – единственное на всю Ульяновскую область. Поэтому ремонт – вопрос не просто насущный, а еще и жизненно важный. Всех пациентов, которые лежали именно в этой части отделения, разместили в свободных палатах. Мы надеемся, что в ближайшее время, как только закончится ремонт, нареканий от наших пациентов. И здесь нарекания отпадут, что они в плохих условиях проходят лечение. Здесь капремонт ориентировочно завершится в марте. А в течение 2017 и 2018 годов планируется обновить оставшиеся части инфекционного отделения центральной больницы. Экономия на капремонте. На совещании в законодательном собрании обсудили возможности государственного софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов. Это поможет жильцам сберечь значительные средства. Это возможность получить компенсацию на работы капитального характера. В случае, если собственники отремонтировали систему теплоснабжения, горячего водоснабжения и получили экономию больше 10% в итоге. Либо же отремонтировали систему электроснабжения и тоже получили экономию больше 10%. Они могут получить компенсацию в размере двух- или четырехкратной экономии, но не больше 5 миллионов рублей на один дом. Но стоит отметить, что есть и связанные с этим ограничения. Дома должны быть включены в краткосрочную программу со сроком капремонта до 1 ноября 2017 года. В Ульяновской области проходит профилактическая операция «Снегоход». Сотрудники надзорных органов проверяют состояние мототранспортных внедорожников. Зоной повышенного внимания стали водоемы и сельские населенные пункты. Что же интересует инспекторов, выяснял Эдуард Истомин. В селе Никольское на Черемшане особо ценится рыбалка. Причем как летом, так и зимой. К заливу едут обычно на снегоходах. На них добирается и в магазин. Роман Щербюк с раннего утра рассекал на самоходке, пока не наткнулся на патруль. Операция «Снегоход» профилактическая. Проверка документов. Надзорный дозор проверил у водителя документы и сличил регистрационный номер. А еще затребовал талон допуска на эксплуатацию. Но водитель не любит играть в кошки-мышки с законом документы у него в порядке. Поставил на учет. С того года каждый год, похоже, технический смотрит. А вот следующий натуралист прокололся на ровном месте. Он не зарегистрировал снегоход. Вот она, матушка лень. Излечивать ее будут с помощью штрафа. Максимум, что изрек водитель, это больше не буду. Смотрим наказание. Видите штрафа? Полторы тысячи рублей. На данном водителе был составлен протокол. После уплаты штрафа при квитанции он должен нам предоставить документы и регистрацию. Обязательно зарегистрировано. Только в прошлом году областной департамент по надзору привлек к ответственности 15 нарушителей. Не дадим спуску и в этом году, предупреждает Андрей Тигин. Инспекторы грозятся проверить все снегоходы. У нас сегодня их на учете порядка тысяч единиц. И по нашим данным столько же не стоит на учете. Плюс еще и ногород не заезжает. Вот наша задача сделать так, чтобы они были все на учете и чтобы они были все безопасны. Штатным инспекторам помогают и внештатники. Среди них главы поселений и руководители муниципалитетов. У них также болит голова за порядок и за жизнь сельчан. Ну мы здесь как бы выезжаем вместе на рейд. Они просят иногда и вот эти вот передвижные средства помочь ими, чтобы их куда ставить, скажем, куда-то на лед. Или в те места трудодоступные, где они не могут проехать на своей технике. Так что мы помогаем, а просто эти решаем. Акция «Снегоход» продлится до конца февраля. План профилактических мероприятий ульяновские инспекторы выучили уже на зубок. Им помогут технические надзиратели из соседних регионов. Это Самарская область и Татарстан. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров. Вести Ульяновск. Из Меликесского района. 400 миллионов рублей пойдут на мусор. А точнее на его переработку. В Ульяновске готовится к открытию первый полуавтоматический комплекс обработки твердых коммунальных отходов. Инвестиционный проект презентовали накануне, на открытие Года экологии в стране. Торжественное собрание прошло в областном дворце творчества детей и молодежи. В первую очередь мусороперерабатывающего комплекса запустят на два года раньше запланированного срока. Линия способна сортировать до 160 тысяч тонн отходов в год. Пока комплекс будет принимать сырье только с правобережной части города. Объем инвестиций в оборудование завода уже составил 160 миллионов рублей. Этот комплекс позволяет, в первую очередь, помимо выборки вторичного сырья, отделять органическую фракцию не менее 50% от входящего потока по массе. И в дальнейшем она будет направлена на специальные карты полигона для производства компоста и получения биогаза. А вторая очередь ее планируют запустить чуть позже. Позволит увеличить объемы переработки. Втор сырье вовлекут в производство твердого топлива. Развитию системы сбора и утилизации отходов посвятят мероприятия в рамках Года экологии. Самое масштабное – это создание национального парка «Сингелеевские горы». Особое внимание уделят Волге. Вы правильное направление выбрали. Учитывая, что мы были в числе инициаторов в начале мероприятий по комплексному восстановлению реки, нам необходимо, уважаемые коллеги, приложить максимум усилий, чтобы стать первым регионом, который получит средства на реализацию проектов по оздоровлению реки Волга. Кроме того, здесь я хочу обратить внимание на возможности участия Ульяновской области в качестве пилотного региона по внедрению нового сбора загрязнителей реки Волга за негативные воздействия на реку. Экологическое просвещение, а также вовлечение в экологическую деятельность бизнес-структур. Именно в этих направлениях будут работать специалисты отрасли в ближайшем году. Глава региона распорядился провести добровольный экологический год. Он должен охватить не только природоохранные направления, но и также отрасли образования, здравоохранения и культуры. Волонтеры, студенты и преподаватели вузов займутся разработкой проектов туристических маршрутов и экологических путеводителей по особо охраняемым территориям. И накануне на улице Минаева прошла акция по сбору опасных отходов у населения. Жители сдали старые батарейки, люминесцентные энергосберегающие лампы, градусники и аккумуляторы с истекшим сроком годности. Основная цель акции – это, конечно, научить людей пониманию того, что бытовые отходы и опасные отходы – это разные отходы, что градусники, ртутные лампы, батарейки загрязняют окружающую среду, и они должны попадать на полигон, не должны выбрасываться в обычный контейнер. Специалисты еще раз подчеркивают, что опасные отходы нельзя выбрасывать вместе с бытовыми. Принимать вещества, непригодные для дальнейшего использования, обязаны управляющие компании. Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» шагает по стране. Как говорят критики, картина знаменитого режиссера снята в лучших традициях научной фантастики. Бондарчук представил свой вариант того, что будет, если на Землю попадут инопланетяне, причем не в какой-то абстрактном месте, а в столичном районе. В большой прокат лента вышла при участии телеканала «Россия». Люди тысячелетиями ждали контакта с инопланетной цивилизацией. Контакт состоялся. Фильм «Притяжение» активно бьет рекорды по продажам билетов. Мы ожидаем интересного сюжета, хорошей игры актеров. Также там будет сниматься такой актер, как Александр Петров. Мне лично он очень нравится. И думаю, фильм превзойдет все мои ожидания. Думаю, он будет хорошим. В московском Чертанове падает неопознанный инопланетный объект. Район оцеплен представителями силовых структур. Съемки проходили под знаком строгой секретности в разных районах Москвы, в том числе на объектах Министерства обороны. 11 СПР, 2-1-1, камера А. Актеры массовых стим, пошли! 3, 2, 1, начали! Военной операцией руководит Олег Меньшиков. Герой Александра Петрова пытается призвать сограждан дать отпор пришельцам и выгнать инопланетян из полуразрушенного спального района. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательный фильм. Вот. Давно хотел такой посмотреть. Бондарчук молодец. Говоря о масштабах ленты, режиссер Федор Бондарчук шутливо заметил, что снимал маленькую картину про любовь, но правда в Аймакс. Лента стала четвертым российским фильмом, снятым в таком формате, вслед за Сталинградом, экипажем и дуэлянтом. Много ручной камеры, я отказался от всех там любимых своих сложно-постановочных приемов. Мы не раскрашивали мир сегодняшний, не делали его, не дистанцировали его от зрителя, а наоборот пытались сократить расстояние от зрительного зала до экрана. Самое главное, слушаем команду Красимира. И когда он говорит кровать, прием, это он сильнее. Три, два, один, нажать! Что? Стоп! Неужели? Он дает очень богатую пищу для размышлений. Что еще можно требовать от произведения искусства? Я думаю, это вам вполне доступно. Понять, что вокруг тебя происходит. Кто ты такой? Зачем ты здесь появился? Понять, что с твоим приходом мир не начался, начался гораздо раньше. И закончится он не с твоим уходом. Он будет продолжаться. То есть, ну, при желании, я вам скажу, что этот фильм рождает эти вопросы. Антон Никитин, Ирина Силкина, Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. И на этом эфир программы Вести. Ульяновск подходит к концу. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Сейчас в Ульяновске 18 градусов мороза. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.